Для того, чтобы океанские лайнеры заходили в порт безопасно, необходимо произвести дно углубления. Этим и занимается караван демснаряда. Специалисты измеряют глубины и определяют характер дна на всех участках акватории. Они точно знают, где нужно копать грунт и в каком количестве. Съемка акватории и промеры глубин ведутся благодаря так называемому планшету. Уникальность используемой спецтехники заключается в ее высокой производительности. У него в составе находится сам демснаряд, который изымает шаланды. Это суда, который самораскрывающийся, который предназначен для отвоза грунта изъятого. И буксиры, которые непосредственно переставляют сам демснаряд и отвозят шаланды с грунта. Современной техники на этой масштабной стройке много, но без ручного труда морские ворота курорта не открыть. Круглые сутки в акватории работает ярко-красный водолазный бот. На вахту мастера подводных дел заступают в 7 часов утра. Михаил Дубешко строит сочинский порт уже второй год. В скафандре весом 20 килограммов приходится бетонировать конструкции, варить и резать металл, исследовать акваторию на больших и малых глубинах. Устанавливал массивы берегу выступляющих, которые защищают от размытия дамбов. Моя задача установить их правильно, чтобы они нормально стояли, правильно по технологии. Мы разные работы делаем, готовим постели под массивы, подводная сварка резко. Просто нравится вода. А вот строительство международного круизного центра уже вышло на финишную прямую. Причалы, которые смогут одновременно принимать два круизных лайнера и паром, уже возведены. Кроме того, завершается строительство защитных сооружений. В настоящее время мы практически завершили строительно-монтажные работы по первому причалу. Сейчас мы видим, навешивают отбойное устройство, устанавливают швартовые тумбы. Осталось что сделать? Асфальтирование, положить инженерные сети, поставить прожекторные мачты и положить асфальт. Параллельно проводится строительство объектов инфраструктуры, включая новое здание морского вокзала. По олимпийской программе также реконструируют существующий морской порт. Завершающим этапом стала укладка тротуарной плитки и ремонт помещений исторического здания морского вокзала.